Здравствуйте, вы смотрите канал ТОП-5. Каких только забавных случаев не происходит в армии. У любого срочника, отслужившего хотя бы год, наберется куча нелепых историй, произошедших с ним. Я же вам сейчас покажу самые эпичные армейские фейлы, которые попали в объектив камеры. Поехали! В Иране во время показательных армейских выступлений, которые транслировались по телевизору и на которые приехали различные генералы, произошел курьезный случай. Одна ваза никак не хотела сдаваться перед солдатами. Как только ее не пытались сломать, но ничего не получалось. Гончар в этот раз поработал на совесть. Парни сменяли друг друга в попытке разбить, наконец, треклятый сосуд, дабы выйти из неловкого положения перед генералами, но в конце концов сдались. Военачальники покачали головой и ушли. Ваза победила армию, а гончара, изготовившего ее, забрали строить танки. Наверное. В Подмосковье на танковом биатлоне экипаж команды из армии Кувейта решил порадовать зрителей красивым разворотом. И таки порадовал! Танк перевернулся и встал на бок. Вот это ютуб! На самом деле армейцы умудряются переворачивать танки довольно часто, особенно когда пытаются загнать многотонную машину на транспортную платформу. Наверное, просто не счесть, сколько подобных случаев было заснято на камеру. Все бы ничего, но такие перевороты довольно сильно повреждают танк, а его ремонт — очень недешевое удовольствие, если учитывать, что одна такая боевая машина стоит миллионы долларов. А это у нас Минск. Танк пытался догнать колонну, от которой отстал, но что-то пошло не так. Тут на глазах у огромной толпы армейцев привели в негодность дорогу. Это же надо было додуматься так развернуть тяжелую боевую машину на неподходящем для этого покрытии. В этом видео солдат явно забыл про принцип работы артиллерийской установки. Надо было стоять сбоку, а, видать, пропустил инструктаж. А вот что бывает, когда ракетницу устанавливаешь на неподходящий для нее транспорт. А вот видеоинструкция, как «просрать истребитель». В самолете сидят два русских пилота, один из них решает сделать крутой сложнейший трюк ради зрелищности, но вот только высоту не рассчитал. В итоге задел хвостом землю, и истребитель загорелся. Пилоты сходу катапультировались, а самолет превратился в груду металлолома. 83 миллиона долларов на ветер. Руководство взвалило всю вину на пилота. Наверное, самые страшные фейлы в армии случаются, когда ракета или минометный снаряд после запуска не вылетает как положено. В эти жуткие моменты у рядом находящихся людей перед глазами пробегает вся жизнь. Вообще, на ютубе выложены десятки, если не сотни подобных инцидентов, я собрал самые забавные из них. Субтитры создавал DimaTorzok Обратите внимание, когда у этого парня заклинило РПГ, он сразу ее откинул, и уже в воздухе она выстрелила. Никто не пострадал. Вот как вы думаете, каковы были ощущения у матросов, увидевших эту картину в паре метрах от себя? К счастью, многие боевые снаряды бывают рассчитаны на вот такие осечки, а потому чаще всего не взрываются, если они происходят, поэтому такие фейлы не столь опасны. Другое дело, когда речь заходит о неудачных бросках гранат. Вот тут уже переживать и бежать куда подальше имеет смысл. Такие оплошности совершают не только курсанты, но и опытные солдаты. Иногда солдаты забывают учитывать законы физики, а иногда выбирают не слишком удачное место для высадки. На этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и посмотрите два предыдущих видео. Субтитры сделал DimaTorzok